Микс Ньюс Добрый день! Мы начинаем программу «Разворот». Сегодня ее проведу я, Анастасия Смоловская, помогая звукорежиссер Евгений Копейн. И в гостях у нас две гости. Это режиссер Латвийского кукольного театра «Вия Блуз» и актриса Лилия Суна. Добрый день! Здравствуйте! Здравствуйте! Поговорим мы сегодня про кукольный театр, про то, что там и как там для детей, или не только для детей. Такие вопросы тоже в моем списке имеются. И на ваши вопросы тоже мы, ну, если не рассчитываем, ну, в любом случае можете их задавать, воспользоваться такой возможностью. 67-212-93-9, 67-213-93-9. И телефон ватсапа нашего 230-6191. Заканчивается уже 76-й сезон, правильно, театра? Да. В прошлом году был юбилей у вас? Нет, в этом году юбилей. Да, в этом году, да. 75-й, получается? Да, да. И как у вас юбилейное настроение? Весьма хорошее. Мы в подъеме. Конечно. Просто относительно театра, 75-й – это совсем еще юные возрасты, поэтому мы на подъеме. Ну, отличался год? Вы так вот чувствовали, что у вас по-другому к вам отношения? Как-то там вас, возможно, кто-то финансово больше вам выделил или больше внимания? Хороший вопрос. Вот именно этого мы и не заметили. Финансовое вот нас как-то никто и не… Не поздравил. Да, не порадовал. Ну, а вообще, если вот мы с финансовой точки зрения, наверное, начнем, раз уж мы затронули эту тему, кукольный театр содержится на государственные деньги и на деньги самоуправления? Или только на государственные? Нет, на государственные и на свои заработанные. То есть вы зарабатываете с билетов, и Рига вам ничего не выделяет как самоуправление? А Рига нам не выделяет. А 75 лет – юбилей. Да. Ну, и вот вам этого финансирования хватает? Как оно увеличивается? Вас спрашивают, вам надо еще что-то или не надо, или это каждый год борьба? За… Ну, это, конечно, вопрос к директору, а не к нам. Мы в финансах не очень разбираемся. Но знаем только то, что всегда не хватает денежек. И, в принципе, мы как единственный, ну, такой большой профессиональный театр для детей, мы, конечно, вы желали бы больше внимания финансов к себе. Это вообще моя болезненная тема, да. Единственный театр, профессиональный. У всех дети, все мы взрослеем, все мы ждем продолжения, все мечтают о том, что вырастет прекрасное поколение, но никто не хочет вкладывать в это. Почему? Вопрос не к вам, конечно, а нам никто не помогает. Ну, а есть какой-то у вас доступ, например, к европейским средствам? Это же сейчас очень много все используют, там, фонды какие-то, тем более это дети, как правильно сказали. Ну, это, конечно, вопрос опять финансистам, которые этим занимаются, но, насколько я знаю, в европейские фонды по культуре как раз не очень-то, ну, поддерживают там государственные учреждения и так далее. Там больше такие... Проекты какие-то. Да, 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 проекты и так далее. А там, где уже государство замешано, то есть государство финансируют, и там фонды не очень-то участвуют. Ну, вот если больше к вашему направлению, к актерам и к режиссерам, актеры, которые задействованы в кукольном театре, они задействованы только в нем? Нет такого, что, ну, не хватает, например, средств, поэтому помимо игры в театре, вот этой всей деятельности приходится еще параллельно чем-то заниматься. Я не помню, кто это говорил, но искусство не кормит, а театр тем более не кормит. А детский театр, наверное? Детский театр только несет радость. А как правило... Радость? Да. Не, ну, правда, чтобы... Зрителю и нам. Особенно, да, как бы мужчинам нашим, да, и женщинам. Все ищут подработки. Это было всегда. Это не только в кукольном театре, это в драме, это у всех актеров. Это востребованность, это твоя популярность. Все равно мы должны как-то искать дополнительные. Ну, все это складывается в то, что человек, да, приспосабливается и ищет работы в подработке обязательно. Это или студии, или концерты, или там что-то, какие-то мероприятия проводят. Ну, это всегда так и есть. А силы остаются? Это же все-таки такая отдача, дети. Надо уметь распределять. Ну, опять же, вот один мой коллега, давно ушедший из театра, он радовался тому, что в кукольном с утра мы играем, а вечер свободен. Ну, это плюс нашего театра. Ну, это такая скрытая реклама. Театра, приходите, приходите. У вас театр, как вы уже сказали, что он содержится на государственные деньги, на ваши деньги, но при этом есть русский репертуар, латышский репертуар, что, конечно, не может не радовать тех родителей и детей, которые русскоговорящие или, возможно, приезжают сюда. И тоже одно из развлечений сходить в театр, это тоже очень даже. Как удается балансировать, как вы выбираете вот этот баланс между, чтобы и такие постановки были, и такие. Ведь надо еще адаптировать, например, какие-то произведения, которые, например, латышские народные сказки под русский язык. Как это происходит? Я, наверное, к вам вопрос. Ну, хорошо, да. Ну, вообще-то это очень удобно, если спектакль, то есть, ставится и на русском, и на латышском языке, то есть, ну, дублируется, так скажем, потому что есть материальная база, то есть куклы, работа с художником уже сделана, работа с композитором сделана, остается только перевести пьесу или на русский, или на латышский язык, как требуется, и поставить уже, например, поставленный спектакль, перенести на русскую труппу с актерами русской труппы. Это хорошо с точки зрения, что оно выгодно нам для театра, финансово. И, ну, к сожалению, не всегда получается спектакль дублировать, ну, скажем, спектакль русской труппы на латышскую, и наоборот, потому что есть такие специфичные там темы, даже не темы, а как ли это? Нет, именно темы, потому что что-то латышская публика, чисто ментальные вещи, которые кто-то принимает, да, это одна публика, а другая, просто, ну, как бы менее, более равна, например, на латышскую народную там сказку какую-то, не плохо будет приходить русская публика, и наоборот, типичную какую-то русскую сказку, может быть, не всегда так хорошо будут посвящать латышские зрители, но все равно, если она будет на латышском языке, потому что, ну, наверное, есть такая ментальная такая особенность, что-то хотела говорить на этот счет, да, и вкус разный, и разный вкус, то есть, ну, а, но наш самый любимый автор этого международного автора, который популярен и в латышской, и в русской публике, или, там, скажем, абсолютно классические сказки, там, Андерсон и так далее, да, которые любят все. А вот если про эти различия есть что-то, что вот прижилось у русскоязычной публики, вот, идет уже несколько лет, и что-то вот чистое, которое только для латышскоязычной публики? Ну, например, в латышской труппе очень, это сто лет уже идет, это и снова пиф, есть спектакль, пиф. Когда ставили спектакль лет 30 и больше назад, тогда спектакль был и на русской, в русской труппе, и в латышской, но все-таки в русской труппе спектакль не шел. Значит, этот, ну, образ пифа или что еще, или особенности постановки, они не пошли на русскую труппу, и спектакль отпал, а на латышском языке он живет до сих пор. А у русскоязычной есть что-то, что вот только у русскоязычной, а наоборот? Дюймовочка Андерсона, да, у нас идет более 20 лет. Очень долго, да. Очень долго, уже так по старину, великолепный спектакль, там великолепный художник Павел Шенков, и музыка классическая, прекрасный спектакль. Ну, вот, как-то у нас он прижился, и всегда в полный зал. Вот вы говорите, латышская группа и русская труппа, значит, актеры ведь одни и те же играют часто в спектаклях, или это всегда разное? Есть актер, который занят в одном спектакле на русском языке и на латышском языке? Бывает, есть такая, ну, надобность. А вообще-то у нас профессиональный артист театр в русской труппе, так же и латышка тоже профессиональный артист театр. Как вы выбираете перед новым сезоном, что ставить? Вот что все-таки у детей, такой репертуар, есть классические детские какие-то произведения. Мы знаем, что, конечно, новые герои появляются, их очень много, но насколько они там задерживаются, или они однодневные, там сейчас это принцесса Эльза, которая просто все магазины заполнены этими костюмами, платьями и так далее. Насколько вы вот поддаетесь этим течением для того, чтобы поставить что-то вот современное, если можно так назвать? Скажем так, кое-что берем, кое-что берем, но... Знаете, у нас политика нашего театра все-таки, она основывается на какой-то классической такой... Да-да, нас не очень увлекаемся. И вот эти однодневные, ну, это, как правило, шоу, это какие-то дешевые представления, потому что, как такового, это нужно писать, мы берем хорошую литературу, которую я, правда, не знаю, кто такая Эльза, не хочу ее обидеть, но я не думаю, что там будет какой-то такой настоящий вековой какой-то сюжет. Я почему-то так думаю. А именно политика театра, она на других ценностей ставится, базируется. Да-да, в основном, если есть очень популярная, например, какая-то книга, скажем так, да, и она задерживается уже очень долго в этом пике популярности, мы смотрим этот литературный материал, смотрим, подходит нам или не подходит, и стоит ли брать его, и бывает, что подходит. Да. Да. Тоже есть. А из классики как вы выбираете, как вот это вы собираетесь вместе и думаете, вот, наверное, стоит... Наверное, давно у нас не было Белоснежки, но давайте поставим, а давайте поставим это. Так и происходит? Ну, даже опросы зрителей бывают. Да, конечно, да, да. Мы собираем информацию со всех сторон. Да, да, да. Но классика, она должна быть в репертуаре. Как у каждой женщины должен быть классический костюм, так и в театре должно быть классическое произведение. Но вы все-таки, да, воспитываете будущее поколение. Обязательно. 672-12-93-9, 672-13-93-9. Вы можете звонить, задавать свои вопросы. Говорим мы сегодня о рижском, ну, латвийском кукольном театре, который находится в Риге. Вот об этом тоже хотелось поговорить. Я знаю, что в Лепе есть свой кукольный театр, но в остальных городах, наверное, как-то с этим хуже, потому что это достаточно дорогое удовольствие сшить все эти куклы, сделать и содержать труппу. Вы ездите вот с гастролями куда-то? Выезжаете? Бывают такие у вас мероприятия? Конечно, мы по Латвии много ездим, по большим центрам культуры, Горс, Вэнспилс, Цейс, Далгопилс. И, конечно, не только самые вот эти большие центры культуры мы посещаем, конечно, и поменьше места, где можем свои спектакли, ну, качественно показать. И как посещаемость всегда полная? Да, конечно, очень хорошая, очень хорошая. Вообще в нашем театре посещаемость хорошего. Хорошая, что хотела прибавить, желали бы, чтобы лучше приходили русские зрители. Да, но хотя я вот смотрю периодически, да, так как сама заинтересована с маленьким ребенком, иногда, ну, вот не знаешь свои планы на выходные, думаешь, ну, в пятницу посмотрю, там, на что можно сходить, а билетов уже нет, за несколько дней уже все распродано. Да, да, да. То есть, если кто-то хочет, надо заранее об этом подумать, нет такого, что там свободные места. Не, ну, это лучше заранее, хотя бы за неделю. Мы сейчас перерываемся на новости рекламы и вернемся после перерыва на новости рекламы. Не переключайтесь. Мы продолжаем программу «Разворот». Две гости у нас из Латвийского кукольного театра. Это режиссер Вия Блузма и актриса Лилия Суна у нас в студии. Сегодня 672-12-93-9, 672-13-93-9. Можете звонить и задавать интересующие вас вопросы. Про репертуар мы поговорили в первой части, и сейчас хотелось бы продолжить. Насколько ребенок должен быть подготовлен к тому, что он увидит на сцене? Не надо ли обязательно, чтобы он читал уже до этого какую-то книжку, сказку, понимал, что происходит, ему там мама шептала, а вот здесь помнишь, знаешь, что там дальше будет? Или он может прийти вот с чистого листа первый раз и уже в вашем исполнении увидеть и услышать? Есть два мнения. Конечно, некоторые говорят, зачем нам этим заниматься, они придут и все увидят. Но не надо забывать, что это не первый источник, это спектакль, который написан на пьесе, и могут быть там много людей задействованы, которые могут свои какие-то ну, нюансы внести. Я считаю, что обязательно нужно с первоисточником знакомить, обязательно оговорить. Нам ребенок дать для того, чтобы мы с ним общались. И поэтому, если мы не начнем с ним вот с этого, вот с этих вот азов говорить, обсуждать, мы просто не узнаем, кто у нас растет. И поэтому, и поэтому вообще, конечно же, прочитать, поговорить, посмотреть, обговорить, и это же такое идет уже контакт с ребенком. Это же только в плюс все. Не, ну, конечно же, можно пихнуть его ногой, смотреть телевизор, вот тебе приставка, вперед. Слава богу, билет купили в театр, тоже хорошо. Уже рада. Уже как бы неплохо, уже приятно. Хоть какой-то, а вдруг что-то там изменится. Но вообще-то, конечно же, нужно ребенка воспитывать. Вообще в театр надо ребенка водить маленьким, уже совсем маленьким, чтобы он адаптировался в новой обстановке театральной, чтобы он знал, как себя вести в зале, и когда заканчивается спектакль, надо аплодировать, потому что этим мы говорим спасибо актерам, которые играли спектакль. Ну, это все-таки своеобразная социализация ребенка, и она абсолютно нужна. И в театре это происходит. А меняется это поколение? Вы за этим, ну, следите, вы невооруженным глазом видите, насколько там 10 лет назад, 15 лет назад, 20 лет назад, может быть, зритель был другой, маленький зритель был другой, и родители были другие, и учили чуть-чуть по-другому вести себя там в том же театре. Я считаю, что все нормально, все родители тогда были родителями, и теперь родители. И я заметила, что больше приходят оба родителя с ребенком. Один ребенок, отец и мать приходят с ребенком. Семейный поход. Семейный поход. Я считаю, что очень хорошая публика у нас, и интеллигентные, умные люди ходят в наш театр со своими детьми. Вот я опять про деньги. По поводу билетов, и вот знаете, как в кино есть детский билет, и есть взрослый билет. В кукольный театр билет одинаково стоит и для ребенка, и для взрослого лица, который вроде как он, как оправило, сопровождающий. Вот это вот не задумывались никогда в театре над тем, что, может быть, стоит сделать детский билет как основная цена и с какой-то там, не знаю, скидкой для сопровождающего родителей или бабушки, или там, не знаю, учителя. Я понимаю, что это ваши же деньги, которые вы зарабатываете, но для людей, которые... Это театр. В то же время бабушка, или дедушка, или мама, или папа смотрят спектакль, который поставлен, над которым очень много работали, чтобы он порадовал наших детей, ваших детей и вас тоже. А есть спектакли, на которые приходят взрослые люди без детей? Вот, может быть, просто, не знаю, маленького принца кто-то хочет посмотреть? Конечно, бывает. И не только... Конечно, бывает. Да. Ну, это, да, такой вопрос к нам. Не то, что без детей. Просто приходят посмотреть спектакль. Да, да, да. Я знаю, таких случаев довольно много. И вообще, я помню, заходила в зал смотреть один спектакль, свой спектакль, посмотрели, как... Смотрю молодежь, да, там, каких-то, не знаю, 5-6 человек пришли, просто сели и смотрели спектакль. Ну, это нормально. Это нормально. Вообще-то, скажем так, в Европе это даже очень популярно. Прага полна маленьких сцен, маленьких театров, которые туристы то и делают, чтобы в такой же погоде зайти немножко... Освежиться. Освежиться, потому что когда тионеры, и посидеть, посмотреть, скажем, там, черный кабинет спектакля, который... Ну, какое-то маленькое чудо увидеть. Да, 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 да. У меня такая идея, вернее, теория родилась недавно. Вот слова Шекспира, да, весь мир театром и актером. Он, вот я хочу дополнить эту мысль. Весь мир кукольный театр. Потому что неосознанно, но мы всю жизнь работаем, вернее, живем в кукольном театре, потому что мы все время общаемся. Вот это предметный театр, взяли кружку предметный театр, ручка, это предметы, это все кукольный театр. Это может быть кукольный театр. Поэтому у нас это все у людей в крови, и это они чувствуют подсознательно. Но, опять же, воспитание многое значение имеет. И, да, вы знаете, вот сейчас август будет. И обычно в августе нашу русскую труппу приезжают, приходят зрители, очень много, ну, российские, можно так говорить? Конечно, да, да, да. А они, в принципе, туристы и отдыхающие в Деснатле. Очень много российских звезд, которые с большим удовольствием, я без имен, всех знают, приходят, смотрят и именно сравнивают театр. И очень хорошие отзывы всегда идут. Мы получаем большие комплименты. И именно от российских зрителей, которые летом отдыхают. Юрма, Лёхи, очень известная пара со своими детьми приходит к нас. Мы рады. Но они потом общаются с вами, приходят как-то за крысы или вы, возможно, выходите? Ну, зачем? Если мы на их концерт выходим, за крысы. Есть момент, говорим, здравствуйте, как вам понравилось. Ну, да. По поводу сложности спектаклей, они должны быть простые для детей, простым языком? Или что-то все-таки, ну, вот должны они быть, чтобы задумались, чтобы вопросы они оставляли даже для детей уже? Конечно, умные. Ну, если мы берем материал, он уже должен нести в себе какую-то мысль и идею. Ну, я могу сейчас только как актриса говорить. Да, да, да. Правильно. Режиссёра я не буду говорить. Ты всё правильно говоришь. Мы берём материал и какой-то пустой, пустой мы не будем ставить. Насчёт узнаваемости, ну, это опять же моя мысль, всё должно быть узнаваемо. Если мы чем-то будем озадачивать маленького зрителя, даже родителя, всё равно. В спектакль выбирают родители, потому что они покупают бюлеты, они покупают, приводят ребёнка. И родитель должен, как бы, понимать, это годится для его ребёнка или нет. Он это решает. А мы должны предоставить то, что должно быть понятно, и не грузить лишним ребёнка. Да. Но при этом вопросы… Но при этом нести ту идею, которая заложена в произведении. А были какие-то спектакли, о которых у вас… Вы потом какие-то отзывы получаете о том, что вот, а что это значило, а что это значило? Ну, вот сложный, правда, очень сложный спектакль. Ну, ваше мероприятие, я даже не знала. Нет, мы, кстати, об этом думаем, чтобы не было таких вопросов вообще, потому что мы сами не задаём этот вопрос себе. Мы думаем о ребёнке очень, даже очень о том, кто сидит в зале. Лилия скажет, ставим спектакль. Так, остановились ребята, помните? Тут дети. То есть не заиграться куда-то там, знаете, в своё удовольствие. Мы должны играть, но умно. Всё-таки с идеей какой-то… Конечно, конечно. Куда мы ведём зрителей? Что мы ребёнку говорим? По большому счёту. Не текст, а что мы ему… Посыл. Посыл. Посыл, да. Какой мы даём посыл ребёнку. Есть спектакли, которые на какое-то время исчезали из репертуара, а потом возвращались. Вы понимали, что вот сейчас, возможно, есть и у вас потребности, и у зрителей тоже. Есть, конечно. Бывало такое. Скажем так, не исчезали, а отыграли спектакль. Может быть, его играли лет 10 или 15, или сколько. Он просто морально устарел. Проходит какое-то время, материал-то интересный, хороший. Берёт другой режиссёр, берёт другую концепцию художественную и опять ставит этот материал. У нас ведь как? У нас же ребёнок с двух лет до десяти, а потом опять с двух лет до десяти, меняется публика. А вот по поводу кукол. Несколько лет назад, наверное, этот музей кукол появился или больше? Очень давно. Ну, повсегда примерно. Просто он лет 10 назад ему сделали красивую витрину. Обновился, да, отдельное прям помещение. Да-да, там всегда существовало. И вот эти куклы, ну вот я, например, из своего детства помню, ну, это, правда, по телевидению шёл этот проект с куклами, там политики были, какие-то некоторые такие, ну, зловещие достаточно лица, и, в общем, с куклами не самые приятные ассоциации были на какое-то время. Тут тоже очень разный стиль этих кукол. Вы когда ставите спектакль, вы даёте художнику задачу, что вот здесь должно быть в таком стиле, здесь в таком, здесь можно там волю дать. Конечно, конечно, мы говорим с художником, в какой стилистике, какие куклы будут, ну, это посыл детям, какой мы несём куклы сложные или не очень сложные, тогда там ещё другие информации идёт и со сцены к ребёнку. Это вопрос художника. Можно делать разные куклы, но, конечно, режиссёр договаривается с художником, какой путь пойдём. А вы как актриса примеряете? Вам же тоже должно быть удобно? Это же всё-таки там несколько часов. Обязательно. Обязательно всегда в процессе изготовления куклы актёры подходят, берут куклу, чтобы весь механизм лёг в руку. Руки-то у всех разные. И, ну, подогнать. Ну, мы примеряем как одежду, потому что, или как, не знаю, часть, протез. Как я говорю, это ваша скрипка. Да, мы, это наше продолжение в итоге потом становится. И мы должны в это войти так, чтобы нам это не мешало. Но вы ведь делите это, получается, всё равно не индивидуально делите ещё с кем-то. Есть же, ну, там, не знаю, отпуск, заболеть, или там та же... А это уже их проблема. То есть под вас всё сделано, а дальше уже как бы... Ну, нет, ну, бывают там нашлёпки какие-то, на ещё... Ну, а потом... Я думаю, на один спектакль, если какая-то замена там, ну, перетерпят. Подстраиваются, конечно. Профессионал, бери, который куклу хочет, дай селили куклу. Через пять минут это какого будет жить. Даже не надо пять, сразу заживёт. Ну, да. Конечно. Это же профессия. Есть куклы, которые переходят из спектакля в спектакль? Ну, возможно, не главные герои, какие-то второстепенные? Или каждая это индивидуально всё? Опять же, я вот упоминала Павел Шенков, это наш гениальный художник. Он в своё время, ну, создавал гениальные куклы. И некоторые куклы, я знаю, что их просто переодели, привели в более современный вид. Но вот головка, та вот, эксклюзивная вот эта часть куклы, она как бы сохранена. Ещё у нас есть некоторые проекты, в которых мы... Ведь бывают шикарные куклы, которые живут в списанном спектакле где-то на складе, но их жалко там оставлять. И бывает, что, ну, вот если очень-очень надо, то её используют. Просто потому, что это приятно и актёру, и... Просто потому, что это нужно показывать людям. Ведь это произведение искусства, это каждая кукла, это штучный товар. Как склад латвийского кукольного театра выглядит? Там всё аккуратно расставлено? Конечно. У нас там такая фея живёт. Ой, что вы! Там не забалуешь. Там целый мир надо прийти просто на наш склад кукол посмотреть. Там такой порядок. Там всё отлично. Вот это вот музей. Да, вот там, да. А простой человек может прийти на экскурсию вот такую вот углублённую? Нет. Надо договариваться. Договориться можно. А вот по поводу приходов, я знаю, что какое-то время назад были генеральные репетиции, на которые можно было иногда подешевле билеты купить, прийти, посмотреть... Сейчас можно. То есть те у людей, у которых нет такой возможности купить билеты, у них всё равно остаётся вот этот шанс посетить. Я думаю, что надо просто какой-то ещё более прорекламировать этот... Знаете как, у нас есть... Мы сотрудничаем, скажем, с детским садом, там, таким-таким-таким. У нас приходят генеральные репетиции, мы звоним, хотите прийти? Они, да-да-да. И так далее. Публично мы не продаём билеты на генеральные репетиции. Но у нас всегда полный зал. Да, есть. Как вообще вот этот вот... Ну, такое, наверное, грубое слово «обкатка» спектакля происходит? Вот что вы понимаете, вы же... Ну, вот ребёнку зашло или не зашло? Надо что-то менять или не надо? Поменять всё очень трудно потом уже. Мы так много думаем о ребёнке во время постановки, что мы уже точно, если не в десятку, то в десятку попадаем. В девятку попадаем точно. Ну, фокус-группа может быть свои, там, дети, знакомых. Но у нас есть опыт у всех, и мы изучаем своего зрителя. Конечно, есть моменты, актёры подстраиваются, да? Там чувствуешь, что вот в этот момент ослабляет внимание немножко, да? И актёры находят, ну, как обратиться к зрителю, чтобы он опять пришёл обратно на сцену, скажем так. Есть взаимодействие с зарубежными какими-то театрами, спектаклями, обмен опытом? Возможно, к вам приезжают что-то посмотреть? Вы куда-то ездите? Мы очень много ездим. Мы очень много... У нас театр очень много ездит по фестивалям театров, кукол по Европе, в Россию. Какая-то, может, самая экзотичная страна, не знаю, Китай, Индия. Да, в Шерланге были давно-давно, в советское время, да и в Америке были, в Японии были эти самые далёкие поездки по Европе. Ну, происходит этот обмен, и что там говорят? Да, мы знают. Знают, да? Да, конечно. Да, наш театр на хорошем счету, скажем так. Нам нечего стыдиться. Мы с удовольствием принимаем приглашение. Мы знаменитые, у нас великолепный театр. У нас работали великолепные режиссёры, актёры и художники, и всё. Но я не понимаю, зачем рекламировать то, что и так все знают? А пытаются перекупить вот того же вашего художника по куклам, или, возможно, актёров, или режиссёров приглашают поставить что-то в другом театре или в другой стране? Конечно. Обязательно. Это же свободный рынок. Да, 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 да. Актёрам, конечно, потруднее, потому что актёры привязаны к репертуару. Режиссёров приглашают, художников приглашают. Да. Также мы тоже приглашаем. У нас в нашем театре? Да, да, да. Откуда? Да, отсюда откуда? Из России, из Дудопаева только что было. Из Италии, из Испании. Это актёры или режиссёры? Нет, мы сейчас говорим режиссёры. Да. Актёры мне, это, знаете, языковая вольера и так далее, это невозможно. А режиссёры, да. С итальянским, но на английском, да, наверное, вы общались? Работа на английском идёт, да, да. Но отличается подход у них, наверное, знаете, как итальянцы же есть такое представление? Конечно, отличаются. Конечно, отличаются. Приходится подстраиваться. Да, ну это нормально, ведь мы… Это наша работа. Про новых героев ещё хочется говорить, адаптируете ли вы, например, говорите, что дюймовочка идёт много-много лет. Дюймовочка сама меняется или она остаётся такой же классической дюймовочкой в классическом платье с классической шляпой? Классическая дюймовочка в классическом платье, классический текст от автора, и нечего там менять, потому что эта классика, она вечно. А вот эта принцесса вот та вот, она её через пару лет забудут, извините. Ну, конечно, маленькому ребёнку надо давать основы. Он сам будет потом, ну, не знаю, свою жизнь, фантазию свою развиваться дальше. Мы даём азбуку ему. Это фундамент, на котором потом можно строить всё, что угодно. Есть фантазия у ребёнка, есть потребность у родителей, у кого… Потом он пойдёт дальше. Если про молодых актёров говорить, насколько у них есть возможность у нас в Латвии вот обучаться этому ремеслу, актёр кукольного театра? Ну, теперь мы в Академии культуры взяли курсы, которые взял наш театр, и в этом году они заканчивают, у нас приходят работать четыре актёра к нему. То есть вы своими руками их создавали, обучали, уже построенные под вас? Да, да, да. Четыре молодых актёра приходят к нам работать. И как обычно вливаются? Легко или приходится? Ну, вот если брать до того, как вы взяли курс, приходили же откуда-то, где-то они обучались? Или вот очень хочется, там, вырос на кукольном театре, хочу играть, научить актёра? Вообще-то моя теория такая, что есть очень мало людей, которые знают, что они хотят быть кукольным актистом, например, да, в мире. Им становится. И становится тогда, когда узнаёт этот вид искусства. И всё. Понравился? Вошёл ты в него или нет? А так прийти и приходит артист или говорит, я хочу быть артистом в театре кукол. Бывает, наверное, так, но очень-очень. Наша Юленька именно так и пришла. Леля, да. Юля, да? Да, 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 да. Оно в основном, это вид искусства, который ты узнаёшь. И когда узнал, тогда сам понял, хочешь ты быть в нём или нет. Ну, судя по тому, как вы рассказываете, потом уже не отпускает. Да. Да, кукольников случайных не бывают. Это точно. Но всех принимаете или бывают? Конечно, нет. Ну, конечно, нет. Вот какое-то время до этого курса, который мы сейчас заканчиваем, наши дети, мы принимали, если была нужда, там, артистов из других театров, которые, может быть, там, не знаю, не взял драматический театр, закончили. Они всё-таки хотят работать в театр, приходят нам. Ну, если нам нужны люди, мы смотрим их, прослушиваем. И бывают таких, которых приглашаем к себе работать. И вот уже несколько уже по уши в театре кукол. Пригласили, так пригласили, раз и навсегда. Да. Давайте, пожалуйста, наушники, примем звонок перед вами. Добрый день. Здравствуйте. Спасибо за интересных совеседников. У меня вопрос такой. Сколько-то лет тому назад в кукольном театре работал такой замечательный режиссёр-кукольник с театра «Марионеты» к Санкт-Петербургу Александр Миндлин. Он выпустил два прекрасных спектакля для взрослых, кто из нас запутался, и второй «Кармен». Ещё на подходе был спектакль с большими куклами Казанова. Что случилось, почему не продолжается больше сотрудничество с этим замечательным режиссёром? Спасибо. Спасибо. Ну да, вы хорошо осведомлены, потому что был «Кармен» в тройбе, я не знаю, как по-русски перевести, «Курш», но «Мумсапни» спектакль. Кто запутался. А, кто запутался. Сказал, да? Да-да-да, правильно. А знаете, с Казановой это вообще страшная история, потому что Казановой не даётся в руки. Не даётся. Да, Александр так и не смог поставить этот спектакль. И начал, начал, и где-то в какой-то момент остановился. И потом он поменял свой... Ну, вообще-то я понимаю, он уехал вообще в Германию жить с семьёй, да? Ну да. Да. Ну и поэтому больше у нас сотрудничества такого нет. А Казанову сейчас вот где-то ещё он споставил, то есть те же самые куклы, которые Александр Мюндлин заказал в Петербурге, по-моему, они делались. Прекрасные куклы, красивые. И так они стояли. Несколько режиссёров пробовали его ставить, не получалось. Ну вот, где-то Шелл из наш режиссёр поставил. Ну вот надо приходить и посмотреть, что там получилось. Ну вообще-то он Казанова в руки не даётся. Тяжёлый, да? Да-да. Он сам по себе. Прекрасные куклы. Александр Мюндлин вообще уникальный человек, который очень хорошо знает театр марионеткой. И всё равно что-то не пошло. Что-то всё равно не так. Да, да. Был звонок, можете нам перезвонить. 6-7-2-12-93-9, 6-7-2-13-93-9. Буквальная минутка у нас уже остаётся. Вы пока перезваниваете, если перезвонит слушатель. Что ждёт в новом сезоне? Будет какой-то новый спектакль? Что готовится? Расскажите нам. Ну, конечно, будет. Будет где-то 10 спектаклей в латышской русской труппе вместе. Потому что мы, как говорили, мы уже должны много спектаклей ставить, чтобы наши постоянные зрители могли приходить в наш театр и опять что-то новое увидеть. В русской труппе сразу же после отпуска будем ставить «Принцесса на горошине» в малом зале. Затем также в малом зале будет котёнок по имени Гав. Мы знаем все эти. Этот мультик есть, и пьеса автора тоже будет ставиться. Потом, после Нового года будет «Аленький цветочек», да? Да, в большом зале «Аленький цветочек». Ну, это основное, что там ещё и новогодний спектакль. Открывайте, смотрите и проходите обязательно. Хороший репертуар. Спасибо большое. Режиссёр Латвийского кукольного театра Вия Блузма и актриса Лилия Суна были у нас в эфире. Пожелаем вам удачи в новом сезоне. Спасибо, всего хорошего. Спасибо.